Ворон. Подлинная история лорда Северуса Тобиаса Снэйп Принц. Автор Алексей Александров. Фандом Джоан Роулинг Гарри Поттер. Все права на персонажей и сюжет Гарри Поттера принадлежат Джоан Роулинг. Ссылка на страницу автора находится в описании. Озвучка и публикация произведена с любезнейшего разрешения автора фанфика Алексея Александрова. Глава пятая. Деньги не пахнут. Черной птице надо много пищи. Чтоб прожить на свете сотни лет. Дмитрий Кедрин. Ночью мне снилась дуэль между Волди и Дамби. И вот в самый напряженный момент схватки внезапно заиграли шотландские волынки, и на поле боя появился я, абсолютно голый, все тела в татуировках, с выбеленными известью волосами, уложенными в нечто напоминающее гребень, в руках палочка. Волди и Дамби застывают, смотрят на меня, потом обмениваются взглядами и с хохотом валятся на землю. Несколько минут они катаются по земле, дико смеясь, даже не смеясь, а просто ржа. А после умирают от инфаркта, чистая победа. Приснится же подобный бред. Проснулся совершенно разбитым, с больной тяжелой головой, словно весь предыдущий вечер лакал в ночку огневиски. Пошатываясь, я встал с кровати и направился в ванну. Холодная вода слегка отдавала ржавчиной. Умыв лицо и прополоскав рот, я слегка пришел в чувство. Не стоило оставлять котел с заготовкой для Феликс Фелицис в своей комнате. Да и вообще не стоит варить особо токсичные зелья на ночь. Опять взгрустнул о своей лаборатории в Хаге. День, а за ним еще два прошли в изучении кодекса и варки зелий. В изучении магических татуировок произошла первая заминка. Нужно было изготовить краску. И найти того, кто собственно будет мне их колоть. Да, именно колоть. Способ Волди, несмотря на его удобство, мне совершенно не подходит. Татуировка, нанесенная таким образом, не обладала и десятой долей силы. Только игла и только колоть. Магическая краска вносится под кожу зачарованной иглой. Образовавшиеся раны сами закрываются, образуя корку из крови, которая связывает татуировку и ее обладателя незримой связью, делая магический рисунок неотрывной части владельца. Проблем с краской, кроме внушительной суммы на ингредиенты, быть не должно. Рецепт в кодексе был не самым простым, но и ничего сверхсложного. А вот над вторым мне пришлось немало поломать голову. Решение пришло неожиданно. Пока я нервно прохаживался по комнате, перебирая в уме различные варианты, порыв резкого ветра, залетевший через окно, сбросил с моей кровати злосчастный номер пророка с моей фотографией. Не удержавшись, я все же купил один из выпусков во время своего последнего пребывания в косом. Прочитать его я так и не сподобился, и газета все это время валялась в шкафу на полке с зельями. Сегодня, убирая в шкаф очередную партию зелий, я случайно сбросил газету с полки, но не убрал назад, а просто кинул на кровать. Сброшенные ветром листы газеты разметало по всему полу комнаты. Подавив готовые сорваться с губ проклятия, я принялся их собирать. На одном из листов обнаружилась злополучная статья. Прочитав, кто ее автор, я фиркнул. Рита Скиттер, кто бы сомневался. Мисс Скандальная Сенсация и Бойкое Перо уже вовсю делает себе имя. Бойкое Перо. Я рассмеялся. А почему бы и нет? Если возможно зачаровать прыткопишущее перо, то почему бы не сделать шуструю колющую иглу? Создание новых чар никогда не было моей сильной стороной, но и полным профаном в этой области я себя не считал. Набросав на листе газеты схему чар прыткопишущего пера, я стал прикидывать, какие необходимо внести изменения для получения нужного мне результата. Первую очередь основа. Дерево, условно подходит, но нужно пересмотреть кучу вариантов. Металл, отпадает. Костяная основа, да, то что нужно, только существо должно быть магически сильным. Чиркая на газетном листе, я начал перебирать возможные варианты, взвешивая все за и против. Единорог. Нет, не подходит. Нужен кто-то менее светлый и более опасный. Даже смертельно опасный. Клык Василиска. Нет. Эта зараза слишком ядовита, а я не самоубийца. Акромантул. У пауков нет костей. А жаль. Химера, Мантикора, Серуш, Нонду. Отпадают. Легче достать кость Волди или Дамби. Кто там остался? Оборотни и драконы. К оборотням у меня стойкая неприязнь. Это значит, что остаются только драконы. С основой определились, теперь чары. К полудню я набросал первую схему. Через час я ее разорвал и, придвинув к себе очередной газетный лист, начал все заново. Еще через час разорвал и его, и восстановил первый. Еще через два вновь разорвал первый лист, после чего его еще и сжег. К пяти часам пожалел о содеянном, но было поздно. К шести я наконец-то получил результат вполне меня устраивающий. Бережно свернув последний уцелевший газетный лист, я вложил его в кодекс. Если все получится, надо будет добавить в хранилище родовых знаний новую запись. В комнате царил сущий бардак. Пол был устлан обрывками газеты, пеплом и остатками двух сломанных перьев. То тут, то там на деревянных досках темнели свежие чернильные пятна. На потолке и вовсе здоровая клякса, это мне под горячую руку попалась чернильница. Тяжело вздохнув, уборка, терпеть ее не могу, я достал палочку и принялся вновь наводить порядок в комнате. Покончив с уборкой, я взял пакет с заказом шелка и апарировал в косой. Несмотря на приближающийся вечер, в косом переулке все так же кипела жизнь. Появился я прямо на площади перед банком и неспешно направился к лавке старьевщика. Вот интересно, почему никто никогда не задается вопросом, что лавка старьевщика делает на главной торговой улице Магического Лондона. Аренда помещения тут обходится в весьма круглую сумму. Про налоги я и вовсе умолчу. Дверь в лавку шелка оказалась закрыта. Что было весьма странно. Пожав плечами, я свернул в небольшой переулок и направился к неприметному черному входу. Кстати, при желании через этот переулок можно попасть прямиком в лютный. Правда, в этом случае лучше сразу приготовить палочку. Так, на всякий случай. Публика в лютом, особенно в его западной части, собирается та еще. Сюда даже Аврорат без сверхсрочной надобности старается не лезть. Хотя, скорее всего это связано с тем, что кто-то из министерских получает от шелка приличную сумму золотых галеонов. Да, в свое время я немало узнал об изнанке магического мира от этого прайдахи Флетчера. Остальные то солдатики Дамби всегда были слишком чистенькими, чтобы копаться во всем этом хм-мусоре. Гораздо проще все было спихнуть на пожирателя и вора. Самое забавное, что и куклы Волди думали примерно в том же ключе. Ним же, чистокровным снобом, якшаться с преступным отребьем. Кто тут у нас единственный полукровка в ближнем круге, кроме Волди естественно. Северус Снейп. Что куклы Волди, что солдатики Дамби, стадо баранов. К сожалению, еще древние признавали, что стадо баранов во главе со львом – львы, а вот стая львов во главе с бараном – бараны. Последнее про Поттера, если кто не понял. Про того, который Джеймс. Впрочем, тот, который Гарри недалеко ушел от отца. Черный вход в лавку оказался также закрыт на замок. Из-за дверей доносились громкие голоса и чьи-то полные боли стоны, или даже скорее крики, просто заглушенные заклинанием. Никак там кого-то пытают. Потоптавшись возле дверей, я достал сигарету и закурил. Похоже, что шелку сейчас не до зелий. Не стоит мешать людям работать. Очередной дикий крик, пробившийся через заглушающее заклинание, заставил меня отбросить сигарету в сторону, поставить пакет с зелиями на крыльцо и обнажить палочку. Кричал явно шелк. И похоже, что пытают именно его. Эй! Так не пойдет, он мне денег должен. Невербальная аллахомора, и я с палочкой наперевес вваливаюсь в лавку. Открывшаяся картина в пояснениях не нуждалась. Шелк корчился в углу, а над ним стоят два типа в плащах с накинутыми на голову капюшонами. Один из магов сходу получил Петрификус в грудь и застыл памятником самому себе. Все, что ему оставалось, это зло вращать глазами. Второй вскинул палочку, и, направив ее на меня, крикнул. Ступифай! Протева! Так просто меня не взять! Ступифай! Петрификус тоталус! Ступифай! Неизвестный маг обрушил на мой щит сразу цепочку заклинаний, раз за разом вкладывая в них все больше сил. Грубая работа! Сиктум сэмпра! Прокричал я, отбивая последнее заклинание. Промаг почти успел создать щит, бедняга не знал, что это его все равно не спасет. Но почти, как известно, не считается. Мантия мага превратилась в дырявые лохмотья, а тело покрыло множество несмертельных, но крайне болезненных кровоточащих ран. С диким криком боли маг повалился на пол, но, получив еще и Петрификус, так и застыл на полу. Потерпи немного. Сейчас! Сказал я, подбежав к шелку и усаживая старика спиной к стене. Зелье, зелье! Где это чертово зелье, думал я, копаясь в карманах мантии. Уже давно мне приходила в голову мысль, стандартные флаконы чертовски неудобно применять, особенно в таких экстренных случаях. Хорошо, когда в карманах пара-тройка зелий. А если с десяток? Над этим стоит подумать, когда время будет. А вот и оно. Я достал из кармана флакончик с ярко-зеленым зельем. Тоник из мандрагоры, усовершенствованный и улучшенный гениальным зеливаром Северусом Снейпом. Да, я скромный. Открыв шелку рот, я влил в него зелье. Лицо шелка сразу прозовело, а взгляд старика стал более осмысленным. Спасибо тебе, парень, вовремя ты прохрепел шелк, слегка придя в себя. А это кто вообще? Поинтересовался я, указав палочкой на застывших магов. Конкуренты штаб их. Сплюнул шелк. Помоги ко мне встать и найди мою палку. Посмотрев по сторонам, я отыскал клюку старика. Она была небрежно брошена в противоположный угол комнаты. Подобрав ее с пола, я отнес ее шелку. Тот с моей помощью поднялся на ноги и оперся на свою палку. Я практически уверен, что в палке у него спрятана волшебная палочка. А этот, похоже, готов, сказал шелк, ткнув своей палкой в тело пораженного сектумсэмпрой мага, под телом которого уже скопилась внушительная лужа крови. А нет, жив еще. Вон как глазами зло крутит. Чем это ты его так? Домашняя заготовка, уклончиво ответил я. Шелк, оценивающий на меня, посмотрел. Ты, парень, не промах, далеко пойдешь или надолго сядешь. С этими словами он рассмеялся хриплым, кошляющим смехом. Что теперь с ними делать? Спросил я. Есть тут у меня одно местечко. Мобиликорпус. Шелк по очереди указал своей клюкой на парализованных магов, и те послушно поднялись в воздух. Иди за мной. Одну минуту. Я сбегал за оставленным снаружи пакетом, с зельями, и направился следом за шелком. Миновав еще одну небольшую комнатку, заваленную различным запыленным хламом, мы оказались возле ведущей вниз лестницы. Шелк стал осторожно спускаться, смешно по пингвине переваливаясь со ступеньки на ступеньку. Тело парализованных магов медленно поплыли за ним, за телами последовал и я. Мы оказались в подвальном помещении. Вот что, парень, подожди-ка ты меня лучше наверху, сказал Шелк, любовно потирая свою клюку. А раньше нельзя было это сказать. До того, как я полез в своей новой манте в этот пыльный подвал. Слишком частое применение очищающих заклинаний плохо влияет на ткань. Стол мой помнишь? Там в правом ящике бутылка огневиски, угощайся. Только не вздумай лазить своими шаловливыми ручонками по другим ящикам. Напутствовал он меня напоследок. Пока я поднимался по лестнице обратно в магазин шелка, тот успел навесить на подвал целую кучу чар, защищающих от прослушивания и подглядывания. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Тем более, после долгого общения с Волди, я вряд ли бы узнал что-то новое. Заветная бутылка оказалась там, где и сказал Шелк, в правом верхнем ящике. Тут же было и несколько замызганных стаканов. Достав бутылку и один стакан, Шелк все равно сейчас занят, я очистил его невербальным из Кура и налил в него янтарную жидкость. Поискав стул или кресло и не найдя он их, я сел прямо на стол шелка. Чтобы насладиться вкусом огневиски, не надо изобретать повода или ждать какого-либо праздника. Пить огневиски — это и есть праздник. Его можно употреблять как в компании, так и одному, последнее даже предпочтительней, больше достанется. Лучше всего пить огневиски дома, в соответствующей обстановке. В идеале перед потрескивающим камином и с ароматной сигарой, да, в дружбе с Малфоем были и приятные стороны. Любуюсь кусочком солнца в своем бокале, пить огневиски надо не спеша, наслаждаясь каждым сделанным глотком, и стараясь держать его во рту как можно дольше. Расслабьтесь, отвлекитесь от всех проблем, огневиски подарит вам несказанное наслаждение вкусом, улучшит настроение и придаст сил для того, чтобы в ближайшем будущем избавиться от неприятностей. Впрочем, все это лирика. Уютное кресло может заменить и простой деревянный стол, вместо камина будет заполненная хламом лавка, а вместо дорогой сигары – дешевая могловская сигарета. А крики, доносившиеся из подвала несмотря на защиту, мне и вовсе не мешают. Выпив залпом полстакана огневиски, я потянул из кармана пачку сигарет. Хорошо быть магом, иначе я бы еще в своей старой жизни заработал себе, к своим неполным сорока годам, цирроз печени и рак легких. Кстати, министерство весьма не прочь предоставить услуги колдомедицины влиятельным и богатым маглам. Разумеется, далеко не безвозмездно. Прекрасный рычаг влияния на политиков и толстые денежные мешки, что почти всегда стоят за ними. Сигарета была докурена. А после третьей порции огневиски во всем теле появилась приятная легкость. Ох, молодежь! Посетовал наконец появившийся шелк. Клеира Айрис. Он очистил воздух от табачного дыма, подошел к столу и приложился к горлышку бутылки с огневиски. Я спрыгнул со стола на пол и, поставив перед старьевщиком пакет с его заказом, выразительно посмотрел на шелка. Не поинтересуешься, что я узнал у тех двоих? Спросил шелк, отрываясь от бутылки. Это не мое дело, равнодушно пожал плечами я. И, в общем-то, так оно и было. Несмотря на все разборки подпольной части магического Лондона, шелк успешно дотянет, в прошлый раз, по крайней мере, дотянул до конца девяностых. Дальнейшая его судьба мне, к сожалению, неизвестна по причине моей скоропалительной кончины от яда Нагайны. Кстати, на досуге надо подумать, как извести всех змей в Албании, так на всякий случай. Завелись тут в лондонском порту одни ребята, молодые да дерзкие. Все пытаются решить силой и нахрапом, а так дела не ведутся. Это не мое дело, повторил я. Мне нужно, чтобы они убрались из города, а лучшие и вовсе из страны или исчезли, продолжал как ни в чем не бывало шелк. Моя благодарность была бы тогда безразмерной. Насколько безразмерной? Поинтересовался я. Есть у меня кое-что. Я уверен, что тебе понравится, прихрамывая, он ушел в соседнюю комнату, но вскоре вернулся, держа в левой руке свиток. Глянь вот. С этими словами он протянул этот свиток мне. Хм, магическое купчее, на участок земли размером. Неплохо. На участке пруд развалины замка Эй, а почему развалины? И место силы. Место силы. Я с удивлением посмотрел на шелка и спросил. Почему? Земля с местом силы, это далеко не шутки. Все мыноры древних родов располагаются в подобных местах. Все места силы наперечет и либо уже заняты волшебниками, либо слишком известным оглам, что мешает их использовать, например, Стонхендж. Читайте самую нижнюю строчку «Лорд Снейп Принц» лукаво усмехнулся шелк. И что у нас там? Да, это называется облом. Последняя строчка гласила «Внимание!» На местности лежит посмертное проклятие. Без последней строчки было бы гораздо лучше, скривился я. Без последней строчки этой купчей у меня бы не было. А участок бы обживал какой-нибудь министрский подотдел. Ну как? Интересно. Что? Не прикидывайтесь дураком, мистер Снейп. Вам это не идет. Беретесь избавить меня от моей небольшой проблемы и купчая ваша. Почему я? Не вы ли еще недавно называли меня просто мальчишкой? Шелк вновь рассмеялся своим кошляющим смехом, затем он резко посерьезнил и сказал. Вы не столь просты, как кажетесь. Я хорошо разбираюсь в людях и сдержке моей «хм» деятельности. Не знаю, что с вами произошло, но тот Снейп, что переступил мой порог несколько дней тому назад, не имел ничего общего с мальчишкой Снейпом, бывавшим в моей лавке. Чутье подсказывает мне, что с этим новым Снейп, принцем, лучше дружить. Итак? Так? Земля с посмертным проклятием не стоит и клочка бумаги, на котором написано это купчая, и я равнодушно повертел свиток в руках. Землю с местом силы выделил шелк, не купить за деньги. Подобный аргумент крыть было нечем. Численность вашей проблемы. Теперь уже всего трое, примерно такой же силы. Что и те два мага. А я один. Купчая, тоном Искусителя протянул шелк. И две тысячи галеонов. Десять тысяч, и я готов подумать над вашей проблемой. Что? Возмутился шелк. Да за такие деньги половина лютного мне этих магов принесет в подарочной упаковке. Три. Я не половина лютного. Восемь и помните мою доброту. Ваша доброта мне без надобности, мистер Снейп. Пусть будет четыре, но это уже грабеж. Тысяча задатка, купчая и четыре тысячи по выполнению. Шелк пожевал губами и нехотя кивнул головой. Надеюсь, что вы стоите этих денег, мистер Снейп, криво усмехнулся он. Вообще-то я бесценен, мистер Шелк, вернул ему усмешку я. Шелк вновь ушел в соседнюю комнату. Когда он вернулся, за ним по воздуху плыл мешок. А вы попробуйте потаскать с собой тысячу металлических монет. Кстати, многие почему-то думают, что галеоны чеканят из чистого золота. Если бы это было так, то при их размерах их реальная стоимость была бы как минимум в 10 раз больше. По сути, золотыми галеоны можно назвать лишь из-за цвета. Нет, золото там, конечно, тоже есть, пробы и так 375. Да и то немного. Фактически галеон отличается от кната только наличием не особо толстого золотого покрытия. Тысяча монет. Я тебя не тороплю, но хотелось, чтобы все решилось в течение недели, напутствовал он меня, вручая мешок с монетами. А вы ничего не забыли? Поинтересовался я, поглаживая пакет с зельями. Эх, старость, старость, завел привычную шарманку шелк и ушел за остальными деньгами. Я взвесил в руках мешочек с монетами и задумался. Земля с местом силы, это хорошо. Проклятое, это очень плохо. 5000 галеонов, это просто замечательно. Но чтобы их получить, мне, возможно, придется убивать. Признаюсь, совесть меня нисколько не мучила, кажется, я уже упоминал, что давно избавился от этого атовизма. Да и целями в этот раз были необычные добропорядочные маги, а обитатели дна. Единственное, что меня беспокоило, это сила магов, с которыми мне предстояло разобраться. Шелк вернулся с еще одним мешочком галеонов, к сожалению, гораздо меньшим, чем предыдущий. Другое дело. Я взвесил оба мешка в руках, тяжеловато. Но нет тяжести более приятной, чем тяжесть туго набитого кошелька. Еще зелья нужны. Сначала разберись с ребятами из порта, а там посмотрим, проскрипел шелк. Дней через 10 намечается крупный заказ. И если ты оправдаешь мои ожидания, то сможешь поучаствовать. Крупный заказ, это хорошо, кивнул я и спросил, вспомнив о еще одной цели своего визита. Я тут кое-что хочу попробовать, и мне нужна целая кость дракона. Какого-то конкретного? Поинтересовался шелк. Нет, пойдет любой. Крупная кость. Не особо. Что бы хватило на три-четыре иглы? Тьфу ты. Сказал бы прямо, что тебе нужны костяные иглы. Кускоглазом загляни, у них точно есть. Адрес я тебе сейчас напишу, скажешь там, что от меня. С чего такая щедрость? С подозрением спросил я. Считайте это подарком, лорд Снейп принц. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим и крепким и принесет выгоду обеим сторонам. Распрощавшись с шелком, я повторил свой уже обычный маршрут. Грингоц. Среброскрепс едва не расплакался от счастья, когда я высыпал в хранилище галеоны. Аптека. Малпепер долго потирал глаза, увидев список заказанных ингредиентов. Наконец аптекарь извинился и сказал, что на сбор такого заказа ему потребуется время. Еще больше он удивился, когда я заплатил ему вперед за весь заказ. Малпепер клятвенно обещал управиться всего за сутки и обеспечить доставку в мою квартиру. Лютный. Тут меня скоро и вовсе будут считать за своего. Хотя, палочку из рук выпускать все же не стоит. Прямо из лютного я парировал в Чейнотаун. Можно было и пешком дойти от дырявого котла, благо это было недалеко, но мне было лень. В своей прошлой жизни я нередко бывал в Чейнотауне и знал, куда парировать. Оказался я на узкой темной улочке, шириной от силы полтора метра, зажатой между двумя глухими кирпичными стенами. Пахло тухлой рыбой, мочой и сточными водами. А в двух десятках шагах впереди сиял огнями лондонский Чейнотаун. Поморщившись от стоявшего вокруг амбре, я направился к огням и вскоре оказался на широкой, ярко освещенной улице, заполненной маглами. Посмотрев записку шелка, я неторопливым шагом направился вверх по улице. Адрес был мне незнаком, но примерное его местоположение я знал. Восточные маги плотно оккупировали небольшую часть Чейнотауна, замаскировав свои лавки под магазинчики сувениров, гадальные салоны и даже одно закрытое кафе. К концу девяностых, Чейнотауны стали неотъемлемой частью любого крупного города планеты. Нет, не любого. Тогда это либо мелкий город, либо он не на этой планете. Чейнотаун – это нечто, это вечный праздник, особая архитектура, особая атмосфера, особая аура. Невообразимый шум от фланирующей толпы народа, все улыбаются, предвкушая невероятную жратву. В воздухе витают удивительные запахи. В витринах висят гроздья копченых уток и кур, выставленные на показ зажаренные поросята, красные как раки тушеные осьминоги. Симпатичные зазывальщицы в китайских платьях, которые хватают за руки и уговаривают откушать вот именно в этом ресторанчике, обещая самые низкие цены и неземное наслаждение. Магазинчики на все вкусы, сувенирные и псевдо-антикварные лавки. Развалы фруктов и овощей на многие десятки метров, по каким-то немыслимо низким ценам, которых не может быть в природе. Свежая рыба в аквариумах, которую по вашему желанию разделают и выпотрошат у вас на глазах. Для любителей иных ощущений есть массажные салоны, публичные дома, последние нередко маскируются под вывесками первых, закрытые клубы, где курят отнюдь не табак, всего и не перечислить. «Любой каприз и любая грязь за ваши деньги. Всюду гирлянды, фонарики, огни, подсветка. Как же я все это ненавижу!» Мимо проплыла очередная вывеска с настоящей уткой по-пекински. Китайцы исключительно талантливый народ, они научились подделывать все, даже собственную кухню. Следующий магазинчик выглядел как ничем не примечательная сувенирная лавка. Кричащая красная вывеска с белыми иероглифами. Снизу надпись на английском, любезно поясняющая, что это за магазин. Вот интересно, а что на самом деле написано на всех этих китайских вывесках? Что-нибудь типа «Все дураки лавай отовариваются тут». Первые китайские маги обосновались в Лондоне вместе с первой китайской общиной еще в начале 19 века. Жили они в основном довольно закрытой группой, держали монополию на различные ингредиенты и артефакты их далекой родины. Детей волшебников предпочитали также воспитывать в своем кругу. Обычно мастер-маг брал себе от трех до пяти учеников. Четко установленных сроков обучения не было. Мастер отпускал молодого мага в свободное плавание, когда считал его готовым. В этом свете появление в Хаге Чжоучанг, да еще за год до поступления мальчика занозовой задницы, выглядит крайне подозрительно. Так же, как и появление сестер Потил. Случайность. Ха. Восток, дело тонкое, Поттер. Думаешь, красотка Чжанг положила на тебя глаз из-за твоей неземной красоты и личного обаяния? Ты себя в зеркало то видел. Я, может, далеко не красавец, но ты сам-то от меня недалеко ушел. Из всех достоинств у тебя только сейф, набитый галеонами. Именно поэтому, в том будущем, тебя столь трепетно опекали Уизли. Похоже, что китайская и индийская диаспоры были непрочь наложить лапу на нашу магическую знаменитость. Лично я всегда считал, что если Поттер наша последняя надежда, то магической Британии точно крышка, или хотя бы держать его в поле зрения. У китайцев это, кстати, почти удалось. Но Дамби в свойственной ему манере испортил им всю игру. Не зря же директор позаимствовал из моих запасников несколько весьма любопытных ингредиентов. Хе-хе. Хочу кое-что проверить, мой мальчик. После этого у первой возлюбленной Поттера, разумеется, совершенно случайно, резко портится характер. Неглупая девушка превращается в стервозную, скандальную дуру, а на таких даже Поттер не клюет. Дома на каникулах Чанг, конечно, вправили мозги, но момент был упущен. Немного постояв перед витриной сувенирной лавки, я вошел внутрь. Стоило мне переступить порог, как рядом, словно по волшебству, появился низенький слегка полноватый китаец с тонкими вислыми усами. «Чем моя может помочь юный господина?» Безбожно коверкая слова, сказал он, кланяясь при этом словно заведенный. Старьевщик Шелк просил передать вам привет. От Шелка. Китаец перестал кланяться. «Жонг, подмени меня!» — крикнул он в сторону красной шелковой занавески, отделявшей лавку от подсобного помещения, и вновь повернулся ко мне. «Прошу за мной. Можете называть меня Мастер Бя. Мистер. Снэйп. Северус Снэйп. А где ваш акцент?» Спросил я, не скрывая своего удивления. «Это антураж для клиентов», — мистер Снэйп отмахнулся Бя. «Последним китайцем, видевшим Китай, был мой прадедушка. Его лавка дальше по улице. Пройдя прямо сквозь разукрашенную в китайском стиле стену, мы оказались в еще одной лавке. Но в этот раз вместо дешевого сувенирного шарпотреба тут находился товар иного рода. Небесные фонарики-обереги, буддийские талисманы, зачарованные ароматические свечи и бамбуковые флейты. Множество музык ветра, подвесок в виде металлических или деревянных длинных трубочек, которые издают звон или мелодично постукивают друг о друга, прекрасная защита дома от злых духов. Поговаривают, что особо сильная музыка ветра способна отогнать даже дементора. Все настоящие, если подобное вообще возможно по отношению к китайским товарам, а не тот хлам, что всучивает падким на восточную экзотику маглам. Мне нужны иглы из драконьей кости. Шелк сказал, что у вас они есть. Решили заняться подлинной акупунктурой. Слегка настороженно поинтересовался мастер Бя. Китайские маги всегда ревностно относились к своим секретам и техникам. Нет, для личных нужд, поспешил успокоить торговца я. Смерив меня подозрительным взглядом, мастер Бя все же достал из-за прилавка небольшую коробочку из красного дерева и поставил ее прямо передо мной. Вот набор, сказал он. Откинув крышку, я увидел несколько тонких костяных игл, покоившихся на бархатной подкладке. Десять игл. Начал расписывать товар Бя. Кость, молодой китайский огненный шар. Сколько? Спросил я, осторожно попробовав пальцем остроту игл. Да, то, что нужно. Пятьдесят галеонов. И только потому, что вы от мистера Шелка. Поморщившись, я все же отсчитал нужную сумму. Части магических существ никогда не были дешевым удовольствием. Мастер Бя крутанул один из галеонов на прилавке и довольно улыбнулся, отчего на мгновение стал похожим на сама. Завернув коробку с иглами в рисовую бумагу, он с легким поклоном протянул ее мне. Буду рад вновь видеть вас в моем скромном магазине, мистер Снейп. С такими-то ценами это вряд ли. Подумал я, но молча кивнул англокитайцу в ответ. Озвучено при поддержке онлайн-сервиса Помпаду. Слушаем, подписываемся, ставим лайк или дизлайк, комментируем, делимся вкусной аудиокнигой в соцсетях. Ваше мнение важно для меня, оно поможет улучшить канал. Большое спасибо. Большое спасибо.